В последние годы в Глушково настоящий бум благоустройства. Многие задачи удается реализовать благодаря участию в проекте формирования комфортной городской среды. Например, еще два года назад на этом месте был пустырь. Теперь зона отдыха для жителей. Ставится сцена и каждую субботу какой-то сельский дом культуры, у нас там график есть, делают здесь концерты. С большим участием приезжают как самодельные артисты, с большим участием ходят наши жители. Потому что уже знают, что в субботу в 7 часов здесь люди собираются, концерт. Еще одна зеленая зона. Парк выпускников рядом с Глушковской школой. Благоустроены дорожки, высажены деревья. Проект строительства обсуждали совместно с местными жителями. А вот сама общеобразовательная школа переполнена. Необходимость в перестройке существует давно, работают в две смены. В проекте мы стоим на 2024 год. Это пристройка в школе, блок начальной школы. Мы думаем, что также федеральные, областные власти нам помогут этот проект реализовать. И в 2024 году мы решим этот вопрос. Пожалуй, основная проблема Глушковского района – дороги. Больше всего жалоб в Центр управления регионом поступают от жителей села Кобылки, одного из самых крупных в районе. Главная мечта местных жителей – хорошая дорога. Пока же им приходится преодолевать большие ямы и грязь. А после даже небольшого дождя добираться по ней остается не иначе, как вплавь. Местные жители говорят, хотелось бы, чтобы все это было преувеличением. Но лужи и впрямь доставляют массу проблем. Добраться до школы, не заболев, чистым и не промокнувшим с ног до головы – еще та задача. Но если здесь уже приспособились резиновые сапоги, одежда, которую не жалко, то привыкнуть к тому, что по такой дороге не могут проехать машины скорой помощи – сложно. И вот тут уже действительно опускаются руки. Это так, что хорошо, если человека не забирают, а если человека на носилках нести? Везде писали, обращались везде. Никто на это не обращает внимания. Я машину продал, чтобы туда не ездить. Тут было не проедешь. Это же не первый год. Обещание у нас кормят и все. А деньги выдаются в бюджет на строительство. Еще одной актуальной проблемой является транспортное сообщение с Курском. Прикрытный поезд из Глушкова курсирует всего один раз в день, по вечерам. Практически все жители вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков. Впрочем, из Глушковского района бывает трудно не только съездить в областной центр, но и узнать его новости. Не только транспортная, но и информационная доступность беспокоит местных. Часто бывают перебои в телевизионном вещании. Украинское бывает иногда. Бывает, выбивает, вообще каналы пропадают заново ищем. Работает, работает, потом раз все исчезает. Почему? Мы очень возмущаемся. Особенно тут начался футбол, и все исчезло. Поэтому мужчины там были в трансе, все сидели, кто на планшет, кто что-то уже. Если бы в райцентре поставили телевышку, чтобы она на район покрывалась, хорошо было. Пока проблемы с телевизионным сигналом решают, подключая спутниковую тарелку. Но этот сюжет уж точно не хотели бы пропустить. Виктория Шуваева, Алексей Еременко. События дня.